В книгах мы с вами можем быть кем угодно, тем более это важно для ребенка. Ты можешь быть волшебником, кататься на драконе, ты можешь попасть в подземное царство. Нам всем нужно кобби, которое отвлекает нас и от семьи, и от реальности немножко, да, и от быта. Меня зовут Александра Щур, я являюсь руководителем группы поддержки сельских библиотек Букля. Букля появилась приблизительно в 2019 году. Мы решили, что книги, игрушки, канцелярию мы можем передавать в библиотеки, которые являются центром в селах, в деревнях. Наша группа Букля объединяет две категории людей. Одни люди нуждаются в какой-то помощи, нуждаются в информации, нуждаются в поддержке, а другие готовы предоставить эту помощь и протянуть руку. Сейчас у нас на карте Букля 167 библиотек. В некоторой библиотеке посылка идет 78 дней, например, потому что там, я не знаю, разлилась река и не могут доставить. И отсюда мы можем понять, что у них вообще нет доступа к каким-то вещам. У нас есть постоянные дарители, кто-то уже знает свои библиотеки, он их поддерживает. Кто-то, наоборот, просто хочет экологически избавиться от книг, которых скопилось в доме. А может быть, мы бы и прошли все мимо друг друга. Если бы мы на почве интереса к книгам, любви к чтению, мы бы не общались. Потому что, ну вот я маркетолог, например, у нас есть пенсионеры, у нас есть просто мамочки в декрете, у нас есть врачи. Раньше у меня получалось помогать Букле где-то один-два раза в месяц. Но с тех пор, как меня узнали знакомые друзья, в итоге, чем я занимаюсь, они мне начали приносить кучу книг. И в итоге у меня получается помогать почаще. Около трех посылок в неделю. Я веду сообщество ВКонтакте, которое посвящено книгам. И воспитываю ребенка с инвалидностью. Я думаю, что чтение, конечно, влияет на детей. Оно развивает фантазию, ну и расширяет кругозор. Ну я обычно стараюсь найти то, что ему нравится, и по картинкам в том числе, по ярким. Или какие-нибудь стихи, допустим, речитативы, которые ему наиболее понятны и близки, скажем так. Одна из женщин наших дарительниц, она тем летом целенаправленно все библиотеки оснастила серией книг Гарри Поттер, потому что это одна из самых известных серий для детей. Грустно и странно подумать, что ребенок не может иметь доступа даже к такой популярной известной серии, как Гарри Поттер. Я думаю, что нам надо не забывать, что растет целое поколение детей. Это очень много детей, которые приедут к нам учиться из глубинок, из деревень как раз. И мне бы очень хотелось, чтобы они общались на одном языке, чтобы они могли сказать, что они читали одни и те же книги, что они играли в одинаковые игры. Тогда им легче будет находить общий язык, и нам легче будет жить в этом обществе. Вы знаете, мы немножко по-другому городские жители воспринимаем библиотеки на самом деле, потому что для нас отчасти это, возможно, даже ненужный элемент, куда люди и не ходят, и не записаны, потому что они что-то могут купить по той же самой школьной программе ребенку книгу или то, что он захотел. В селах же или в маленьких городах райцентрах библиотека — это досуговый центр. Собственно говоря, кроме нее и магазина иногда ничего и нету, вблизи. Я узнала про Буклю у коллеги, подсмотрела у нее. Вижу, ей к ней приходят. Думаю, ага, надо и мне узнать. Где, чего, как. За все время сотрудничества с Буклей нам пришло 12 коробок книг. Нам подарили Гарри Поттера. Это же просто был фурор. Прям расхватали всего сразу. Сейчас в поселке живет около 60 ребят. Они приходят, им интересно посмотреть книги, с полок на полки попереставлять. Я потом хожу, думаю, откуда эти книги здесь взялись. И, ну, они берут читать. Я вела книжку «Рассказывай о первой любви». У меня есть одноклассник Миша, который подарил мне на 14 февраля цепочку. Потом на 8 марта он подарил цветок. На мое день рождения он подарил сережки. Я не знаю, нравится он мне или нет. Поиск почитать, как дети действовали в этой ситуации. Я выбрала книжку «Как стать неболейкой». Ну, она очень интересная, мне показалась. У динозавра в желудке камни находятся. Я выбрала книжку «Васюткино озеро». Мне понравилось его путешествие по лесу. Я выбрала книгу про астрологию и планетов. Она мне нравится, потому что там все знаки зодиаки. Я их люблю читать. Я по знаку зодиаку близнецы. Я узнала то, что мне подходят трельцы, овны и львы. Сейчас ищу таких друзей. У нас всегда сейчас есть альтернатива. У детей есть альтернатива. Телефон. Я считаю, что общение с книгой дает тебе возможность любого опыта. Тебе не нужно проживать какие-то эмоции, какие-то состояния. Ты можешь, оказывается, о них прочитать и прожить их виртуально. Потому что наш мозг воспроизведет их точно так же, как будто бы это случилось с тобой. И ты сделаешь какие-то выводы. Без чтения жизнь человека кажется такой неинтересной и совершенно, ну не знаю, ненужной что ли. Я люблю читать. Мне нравится читать деревенские романы про деревню. Потому что я сама всю жизнь прожила в деревне, в сельской местности. Алла Сергеевна, она очень внимательная. Посоветует что-то и почитать, и новинки прорекламирует, книжечки. Если мы видим, что человек привлекает читателей, что он очень активно взаимодействует с читателями, что он проводит очень много мероприятий, то помощь идет не только в оформлении фонда, например. У нас не было елки. У нас была маленькая, вот 50 сантиметров, елочка и все. Но хотелось детям сделать праздник. И мне прям в личное сообщение написали, что нам заказали елку. И мы наряжали на Новый год эту елочку, и было просто здорово. Ребята были просто счастливы. Ну, я не знаю, шок, просто шок, что люди вот просто тебе могут что-то подарить. Ничего не требовалось взамен. Последнее из того, что нам подарили, это были мои не книжные хотелки, но это было для ребят, для кружка. Краски, пластилин, бумагу. В нашем поселке у нас три магазина, небольшие, в основном там продукты. И чтобы купить что-то для творчества, там нет такого выбора совершенно. И ребята приходят ко мне. Ну, например, родители тоже не богатые семьи. Они купили им одни краски, они отнесли их в школу. То есть дома им уже рисовать нечем. А рисовать-то всем охота, ну правильно. То, что для нас является очень естественным, когда мы можем зайти в магазин, купить ребенку любую книжку своему или любую игрушку. Они даже не знают об этом. Конечно же, сама библиотека, которая до этого не могла ничего такого необычного предложить. Она может организовать с детьми, да, и какой-то кружок рисования, и кружок лепки, и вышивание. Это же совсем другая жизнь у детей. Библиотекари нам присылают фотографии с детьми, с книжками. Это для нас такая живая связь. Мы посылаем много посылок, и вдруг у нас в этом году начали библиотекари нам посылать посылки. Они спрашивают адреса, и нам приходят, ну, и сало, и самоогон нам присылали. И, естественно, домашние всякие заготовки, грибочки там и так далее. Письма рукописные. Я просто до слез, потому что я давно вообще, мне кажется, я в школе последний раз переписывалась со своей подружкой. Это меня безумно растрогало. От детей у меня, например, прислала библиотека из бисера такой оберег. Я его с собой в кошелечке ношу. Конечно, когда ты помогаешь, это удивительное чувство тепла, которое ты получаешь. Мир меняется, не стоит на месте. И сейчас очень много книг доступны в электронном формате. Бумажные книги, некоторым кажется, что они исчерпывают себя. Но я считаю, что это не так. Потому что держать бумажную книгу в руках намного приятнее, чем планшет. Она приятно шуршит, когда ты переворачиваешь странички. От нее запах исходит. У нас в поселке очень много писателей, поэтов. И мы даже издали собственный сборник, куда вошли все их стихотворения. И мои в том числе. Я пишу, конечно, немного, но когда эмоции переполняют, приходят стихи. Они рождаются сами собой, я только записываю. Муж у меня дальнобойщик, часто его не бывает дома. Нас разделяют сотни километров. Опять сложусь в холодную постель. Я помню тебя каждым сантиметром, истерзанной тобой души моей. Я бы не хотела, если честно, сформировать какое-то такое заносчивое представление о читающих людях. Потому что я знаю людей, которые мало читают. И эти люди абсолютно хорошо образованные. И они просто из других источников черпают информацию. Я бы хотела стать будущим волонтером. Я хочу стать учительом танцев. Когда я выставлю, я хотела блогерем стать. Я бы хотела стать мастером маникюра. Я бы хотела стать стилистом, чтобы подбирать образы одежды. Ну и еще и создавать их. Я хотела быть воспитательницей в детском саду. А стала библиотекарем. Моя любимая книга – Стефан Свейк «Нетерпение сердца». Книга говорит нам о сострадании. Что есть такое сострадание? Потому что очень часто наше сострадание – это поговорить, пожалеть, что-то сказать и чуть-чуть что-то сделать. И там сказано, что лучше не надо. Если ты не готов до конца идти и помогать, ты лучше ничего не делай. Не входи в эту ситуацию, не сочувствуй, не говори ничего. Ты либо готов что-то делать, делай тогда это до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!